А в Кизелюрдовском районе завершается строительство детского сада на 200 мест по самой передовой методике. И что самое главное, больше не нужно несколько лет стоять в очереди, чтобы ребенок попал в такой сад. Дошкольные учреждения возводят за счет средств республиканской инвестиционной программы. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Для жителей Нечаевки такой детский сад – это настоящее спасение. Рабочие возвели стены, сейчас делают внутренние работы. Объект планируют сдать уже в этом году, в августе. Начальник участка предвкушает момент сдачи. Делится, что такому масштабу можно позавидовать. Таким садиком, таким проектом, объектом малым можно похвастаться в нашей республике. Это огромное благо от Всевышнего для этого села. В проекте детского сада значатся медицинские пищевые блоки, физкультурные, музыкальные залы, прачечные, служебно-бытовые помещения. Плюс ко всему предусмотрен лифт. Кабинет медработника, тут процедурный кабинет, тут предусмотрен отдельный санузел для медперсонала. Во дворе детского сада появятся прогулочные и спортивные площадки с игровым оборудованием для каждой группы, а также беседки и песочницы. Важно в проекте и то, что сад будет оборудован под маломобильные группы. У каждой группы есть свой вход и свой эвакуационный выход, чтобы они вообще не сталкивались друг с другом. Для персонала тоже есть отдельный вход, они с главного входа заходят и выходят. В этом плане предусмотрены все меры предоставления по технике безопасности. Здесь будет у нас пандус для маломобильных групп, для инвалидов. Здесь для них отдельный тоже коридор, дорожки будут. И с главного входа, и с запасного выезда. По словам администрации Кизелюртовского района, ими ведется активная работа по доступности дошкольного образования и очередности. За последние семь лет уже было возведено семь детских садов. Это улучшит не только состояние с очередями, но и обеспечит жителей дополнительными рабочими местами.